Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, отец Назарий. В современном мире, как нам кажется, порой приходится идти по головам, чтобы добиться успехов в светской работе. А порой предательство, обман и воровство становятся нормой на светской работе для того, чтобы построить свою карьеру. В связи с чем у христианина возникает вопрос, как сохранить верность Богу и соблюдать заповеди, находясь на работе в миру. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, клириком храма в честь мученика Трифона, поселка 113-й километр, отцом Николаем Осиповым. Отец Николай, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Николай, прежде чем мы поговорим о том, как вообще христианину вести себя на светской работе, чтобы остаться христианином, чтобы соблюдать Евангелие, есть ли вообще такие виды деятельности и работы, которой христианину нельзя заниматься? Да, безусловно, такие виды деятельности есть. Но для того, чтобы определиться с выбором, с правильным выбором, нужно обратиться, на мой взгляд, к тому, что пытается до нас донести Господь. Взять просто посмотреть даже заповеди Божии. Убивать нельзя, обманывать нельзя, воровать нельзя. По большому счету, если мы знаем вот эти простейшие принципы, этого достаточно для того, чтобы понять, подходит нам какая-то работа или нет. Блудить нельзя. Апостол Павел, например, по поводу вина говорит, да, не упивать себя вином, в нем же есть блуд. То есть, вероятно, тот человек, который работает в этом направлении, это тоже как бы не есть хорошо, и христианину будет это вредно. Поэтому, на мой взгляд, перечислять какие-то специальности, это достаточно сложно будет. Просто нужно понять принцип. Ведь каждую, даже самую благородную специальность можно испортить грехом. На мой взгляд, принцип выбора профессии должен быть именно такой. Если, например, возникает какая-то необходимость совершать такой выбор, ну, например, человек при исполнении обезвреживает грабителей, грабители оказали сопротивление, человеку пришлось применить силу, полиции, допустим, в процессе человек там был, например, убит или просто ранен, но в любом случае человеку был нанесен вред. То есть, как вот в этой ситуации тогда поступать? Ну, церковь и здесь очень хорошо поясняет человеку через святых отцов, в том числе Паисий Святогорец, который имел опыт боевых действий. Он говорил о том, что защищать свою родину – это такое очень отважное, хорошее дело. И важно не убить врага, а нейтрализовать его. То есть, задача на войне именно такая. Но если случается такого рода действия, как убийство на войне, либо при исполнении, это совсем другая ситуация уже. И она Богом не так осуждается. Но если это сделано с особой жестокостью, то здесь уже вопрос. Вопрос именно о совершении греха. Понятно. То есть, все-таки, когда христианин исполняет определенный свой долг, находясь на работе, то здесь важна мотивация. Почему человеку приходится совершать, например, вещи, которые, на первый взгляд, кажется, что совершенно противоречит Евангелию и заповедям. Как, например, то же самое, когда человек забирает жизнь, не важно, грабитель это или еще кто-то. Но здесь, как мы понимаем, суть в мотивации. То есть, для чего человек это делает? Для чего человек туда пошел? Защищать человека, защищать идеалы, родину, близких и так далее. Либо человек пошел, потому что он жаждет крови и какие-то вот свои, исполняет наклонности своих страстей. Тогда, ну, конечно, это ненормально. И вообще бы, как бы, наверное, даже стоило бы такого человека отстранить от такой работы подальше. Потому что рано или поздно просто он может наловать дров. А как мы относимся к ответственности на работе, ну, например, связанной, там, вот, человек продает алкогольную продукцию. Или, там, человек директор алкогольного магазина. То есть, да, страсть, там, винопитие. То есть, можно вообще вот человеку заниматься таким? То есть, человек торгует алкоголем. Официально, не подпольно, да? То есть, как это вообще можно или нет? Мы же понимаем, что в магазин, там, например, приходят иногда люди, ну, которые, там, не для праздника взяли, чтобы порадовать, там, себя и, там, близких. Но мы видим, что удивительные люди просто болящие приходят алкоголизмом. Мы понимаем, что для них, может быть, вот этот вот, там, литр водки может быть вообще смертельным. Как тогда вот христианину поступать? Ну, христианин, на мой взгляд, у него всегда холодная голова и горячее сердце. И когда ты организовываешь бизнес, например, ты все-таки ориентируешься на какую-то целевую аудиторию. Можно открыть рюмочную, а можно открыть, грубо говоря, магазин, который будет доступен совсем другим клиентам и с другими целями. Рюмочную, например, я бы открывать не стал, потому что это прямое спаивание конкретного социального такого контингента. Если мы говорим о магазине, алкогольном, там, где продается вино, ведь и вино мы покупаем для того, чтобы служить в частности, литургии божественной, это совсем несколько другое направление. И это нужно отличать. Как говорят святые отцы, один и тот же поступок может быть и хорошим, и плохим. Ну, если, конечно же, рассуждать именно с духовной точки зрения, разбирать, на мой взгляд, да. Наверное, рюмочные, рюмочные тоже разные бывают. Да, поэтому, наверное, все-таки тут нам тоже опасно всех как бы в один ряд ставить, и бедные директори рюмочных могут расстроиться, хотя, может быть, и среди них где-то есть благочестивые люди. Хорошо, понятно, то есть мы, опять же, приходим к тому, что, да, важна мотивация, важно твое направление, то есть, опять же, есть ты сам христианин, какие цели ты преследуешь, для чего ты это делаешь. Хорошо. Отец Николай, тогда вот непосредственно перейдем к тому, чем человек занимается на работе. Как быть в ситуации, когда человека на работе, ну, заставляют совершать какой-либо грех, то есть, там, начальство заставляет человека воровать, или, там, начальство заставляет человека специально, там, обманывать, или еще что-то делать. Как христианину в этом случае поступать? Как бы, нужно идти в ногу с коллективом, который совершает беззаконие, или отбиться от коллектива и стоять на своем, что нет, я христианин, я такого делать никогда не буду? Да. Выбор действительно есть всегда. На мой взгляд, прежде всего, человек должен понимать, куда он идет работать. То есть, вот на этом этапе, на этапе стажировки, либо на этапе испытательного срока, человек должен понимать, в какое направление он идет, какая там ситуация. Все мы понимаем, что есть какие-то вещи там, где коррупция, например, есть, и она никуда не может деться, либо какая-то организация, которая обманывает людей и на обмане настроена. Поэтому здесь вот хорошо бы проанализировать вот этот момент изначально. Но если так случилось, что руководитель уже через какое-то время пытается настроить коллектив, либо конкретного человека, на мой взгляд, нужно выходить на разговор и выражать свою какую-то определенную позицию. Потому что даже если это воспринимать как послушание, то, соответственно, человек может на работе сильно сгореть и с порцией будет очень тяжело. А если он выйдет на разговор и скажет какую-то свою позицию, то любой руководитель, так или иначе, на мой взгляд, может принять решение, чтобы отстранить этот человек, например, от таких своих каких-то целей и переключиться на другого уже. Здесь сложно сказать, но разговаривать нужно. Я думаю, так. Но ведь разговоры тоже не всегда могут получиться. И не каждое начальство, не все коллеги готовы услышать другого человека. И как вот тогда поступать? То есть, если, допустим, человек знает заранее, ну или, может быть, уже попробовал, да, бесполезно. То есть, его не слышат, он сталкивается уже неоднократно с каким-то вот таким беззаконием на работе, которому, скажем, подталкивает его самого, чтобы он стал сопричастным к этому. Как вот тогда быть? Ну а человеку нравится эта работа, и, может быть, она действительно приносит пользу и ему, и людям. Ну вот есть какие-то моменты, которые, ну, никак с Евангелием не сходятся, но работа, может быть, на самом деле-то и хорошая. И человеку это нравится, и человек, может быть, уже много лет проработал. А может быть, человек ничего другого-то и не умеет. Ему там, допустим, ну, тяжело будет после этого найти какую-то другую работу. Как вот быть? То есть, человек хочет здесь трудиться, хочет действительно что-то изменить к лучшему, но ему не дают, его не слышат. Вот были беседы неоднократно, как вот тогда христианину быть? Всегда есть возможность уйти в параллельную организацию, я так считаю. Ну, это такая кардинальная такая мера, она, наверное, близка по какому-то характеру. Кто-то способен, кто-то нет, но, на мой взгляд, для чего все это терпеть, какая цель, если есть параллельная организация, которая занимается чем-то похожим, либо тем же самым, просто уходить можно к конкурентам. Ну, насколько это верно или нет, каждый, наверное, уже должен убирать сам. Но делать это нужно аккуратно, то есть вот так вот раз, отрубил и все. И, конечно же, на мой взгляд, нужно также смотреть, может быть, это время пройдет, может быть, нужно потерпеть, потому что не бывает каких-то постоянных явлений, если они не постоянные, если человек анализирует, понимает. Да, потому что мы здесь как раз говорим именно с точки зрения, как поступать христианину. То есть мы же говорим о том, что действительно где-то нужно проявить терпение, где-то понимание, где-то, может быть, наоборот, стойкость. То есть не получится ли такого, что просто человек постоянно бегает и ищет там, где ему комфортно. То есть он, христианин ищет там, как поступить правильно, как действительно, может быть, мы же всегда знаем, что легкий путь далеко не всегда правильный, да, и путь комфорта, тем более, он далеко не ведет ко спасению зачастую. То есть как вот тогда христианину быть, если все-таки он действительно хочет быть в этом, быть на этой работе, быть в этом коллективе. Опять же, если, допустим, ну каждый христианин будет вот так вот рассуждать, а кто же тогда в свое время, может быть, изменит вот ту ситуацию, где сам находится человек, если все будут бегать, все как бы будут и никто не захочет терпеть, где же тогда вот наша как бы христианская забота, да, и какое-то христианское, может быть, даже смирение? Ну это видно, если в предприятии стоит, например, генеральный директор и схема мошенническая, грубо говоря, начинает процветать. Это одно, если это где-то ниже, то, соответственно, там, может быть, такой факт, так будет не всегда. Вот, где-то, может быть, можно потерпеть, и, возможно, ты когда-нибудь станешь руководителем и изменишь ситуацию, может быть, такое вполне. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретные случаи и пытаться найти какие-то варианты. Отец Николаевич, ну христианин же тоже не всегда несет ответственность коллективно за то, что делает начальство. То есть человек, может быть, и бывают такие ситуации, когда человек спокойно работает, и, может быть, явного какого-то беззакония нет, но вот где-то там сверху что-то происходит. Или все-таки христианин тоже несет за это ответственность. Допустим, вот ты работал себе спокойно, занимался своим делом, да, то есть заповеди никаких твоих работ не нарушало. Ты, как христианин, искренне старался делать то, что положено. И какое-то время ты узнал, что там, оказывается, где-то что-то там происходило мимо тебя. Ну ты же такой добрый христианин, как бы, естественно, никто тебя как бы не трогает. Значит, знает, ах, он никогда никого не обманет, он никого не предаст, ему знать об этом и не нужно. А потом ты в какой-то момент узнаешь, что тут вон что происходило-то у меня прям под носом. Как вот тогда христианин будет, он тоже, получается, несет ответственность за то, что он ничего не знал, скажем так, и как бы невольно был винтиком в этой, скажем так, какой-то вот, в каком-то беззаконии, которое творилось, да, там, на работе, там, на предприятии. Не важно где, даже, может быть, сам вот просто с друзьями собрались люди, да, что-то делали вместе. А вот он, друзья оказались не совсем друзьями для друга христианина. Или все-таки нет такой коллективной ответственности для нас, для христиан? Ответственность всегда несет руководитель самую большую и перед Богом в том числе. Вот. За регион, например, отвечает у нас губернатор, за город, там, грубо говоря, мэр города и так далее. На предприятие директор отвечает. И если мы воспринимаем работу как послушание, то, соответственно, вся ответственность на руководителя, по большому счету. Но если человек понимает, что участвует в каких-то механизмах, ему не нравится, многое зависит от того, какой человек. Есть люди более тревожные, менее тревожные. Тревожный человек просто не сможет это терпеть, грубо говоря. Ну, может быть, такое. Ну, то есть, как бы, христианин, в принципе, может спокойно работать, если, как бы, сам не касается вот каких-то таких вещей. То есть, на него ответственность не вложится. То есть, он грех совершает или нет? Как вот нам понять? Если руководитель других вариантов не дает и говорит, делай так, то ответственность вся на руководителя в данный момент после определенного разговора. То есть, нужно уточнить положение дел. Руководитель говорит, вот так и больше никак. Соответственно, пока вы при должности, вы исполняете определенное послушание. То есть, мы воспринимаем это как послушание. Я понял. Отец Николай, а как быть, когда, ну, например, какие-то совсем мы уже крамольные вещи не берем, а берем более какие-то бытовые вещи, когда на работе вокруг там все матерятся, да, там, курят постоянно, там, не знаю, может быть, как-то начинают не очень хорошо отзываться о Боге порой в разговорах, да, вот с коллегами человек общается. Как вот христианину в такой ситуации себя вести, когда вроде бы простая работа, да, там, хорошо, никаких там темных схем нет, какого-то беззакония, ну, просто вот все повально вокруг матерятся. Как христианину быть в этой ситуации с коллегами? Смотря какое положение он занимает, если он руководитель, он может все изменить. И такой опыт есть, и он положительный, и люди воспринимают это очень хорошо. Если это рядовой сотрудник, то относиться к людям с любовью и с пониманием. Это самый лучший вариант. Но если совсем где-то тяжело, можно выйти. Но вступать в какие-то резкие такие стрички, на мой взгляд, это по силе не каждому, и так делать, наверное, все-таки не стоит. Обострять ситуацию, какой-то конфликт. Можно разговаривать, можно высказывать свою позицию, и это нормально. Вот разговор, это хорошо, диалог, это хорошо. Но есть люди, которые начинают требовать. Вот так и больше никак. Сразу человека, либо коллектив, изменить невозможно. И показывая свой пример, безусловно, христианин таким образом может заменить ситуацию. На мой взгляд, и такой опыт тоже есть. Когда люди начинают идти за более сильным. У нас общество, оно именно вот так собрано. Есть ведомые, есть люди, которые могут и вытягивают других из какой-то ситуации. Либо тянут их за собой. Понятно. А как, отец Николай, научиться человеку в такой ситуации не осуждать своих коллег? То есть все равно же ты вот видишь, и человек начинает переживать, и как-то негодовать. И вот даже в этом негодовании человек, ну даже невольно начинает осуждать. Ну как же так вот, ну как вот можно так вообще разговаривать? То есть человек, который, ну, может быть, там был воспитан в христианской вере, ну или в какой-то момент в своей жизни, да, пришел в христианское вере, православие, да, как бы вот немножко поменял свою жизнь. И вот он слышит вот это, ну, откажет Дину. Как вообще, как вот ему научиться не осуждать этих людей? Для того, чтобы не осуждать, нужно понимать, что судить может только Бог. Вот. И это первый момент, очень важный момент. То есть мы таким образом берем на себя такое действие Бога. То есть Господь только может судить, и больше никто. И, конечно же, взращивать любовь и понимание к людям. Мы не знаем, как они воспитаны, мы не знаем, что будет с нами через несколько лет. Да, мат, он заразный, но если разговор у нас, ну, как бы не проходит, диалога не получается, люди должны понимать, простые люди понимать корни мата, что это такое. Мы как в духовенстве понимаем, что это те слова, которые используются в проклятиях, это то, что является хулой на Божью Матерь, это то, что проклинает человека на целый день. Если хотите так, пожалуйста, материтесь. Но ваш день, он после того, как вы материтесь, он не складывается. Если в автосервисе роняют ключ, матерятся, это одно. А если бы он говорил про себя, Господи помилуй, у него качество работы было совсем другое. Или там пирожки человек готовит. Если он матерится, либо делает это с любовью, то совсем разный продукт на выходе получается. У нас в этом плане, на самом деле, мне кажется, отчасти беда, потому что мат, наоборот, иногда люди превозносят, говорят, вот как хорошо, какой богатый русский язык. У нас так вот можно выразить свою мысль. И действительно сложно представить, что в автосервисе что-то такое произойдет, что человек пришел в автосервис, человек откручивает гайкой, ключом гайку, ключ соскальзывает, ударяет ему по пальцу, он, Господи помилуй. То есть это действительно что-то, как будто даже неестественное. То есть неужели настолько вот эта рабочая атмосфера, пропитанная порой вот этим матом, ненавистью, каким-то осуждением, неужели это настолько стало частью нашей жизни, частью нашего менталитета? То есть неужели это вообще никак невозможно изменить? Почему вообще так это происходит? И почему оно так вот есть в нашей жизни? Это зараза. И по большому счету, если мы возьмем общество, общество не воциквлено. Сколько людей ходит в храм в процентном соотношении? Каждый в своем населенном пункте настоятель так или иначе понимает, мы говорим об одном проценте. И мат, он есть, к сожалению, в очень многих семьях. И дети, которые идут в школу, приносят именно оттуда часто, именно со школы, потому что больший даже процент детей непосредственно ругает с матом. Это зараза. Муж может заразить жену спокойно, а ребенок заразится этим очень быстро. Он еще не умеет говорить, а он уже может по большому счету это как-то воспроизводить какими-то отрывками, фразами. На мой взгляд, когда человек попытается познать Бога, он многое в своем мировоззрении может изменить. Но слово, оно на самом деле имеет силу. И когда человек научится говорить добрые слова сильно, то, соответственно, материться не нужно будет. А как вот этому научиться, отец Николай? Потому что это тоже один из очень распространенных вопросов у людей, которые в том числе сталкиваются, например, с тем же матом на работе. И вы говорите, что он действительно заразен. То есть человек прям жалуется, говорит, вот наслушаешься всего этого. И это потом в голове начинает все крутиться, крутиться. И человек невольно начинает где-то даже у него такие вещи проскользовать. И он хочет это побороть. Как ему побороть это? То есть как ему бороться вот с этим сквернословием в своей жизни и с тем, что он постоянно слышит там где-то на работе? Как самому христианину с этим бороться? То есть может есть какие-то практические рекомендации, практическое руководство, как побороть мат в своей жизни дома и на работе? Это очень не быстро. Так же, как и любая другая болезнь. Это будет однозначный период обострения, на мой взгляд. То есть не будет такого там Бога попросили, сразу раз у вас все получилось. Нет. Нужно тормозить. Это так же, как с гневом. Гнев, вспышка. Нужно, соответственно, прерываться. Получилось прерваться на половину слова. Хорошо. Для начала. Каждый день у вас получается уменьшать количество. Тоже хорошо. Вот это именно с того, с чего нужно начинать. Ну и безусловно, молитва. Молитва очень многое дает человеку. Но ждать подарков от Бога очень тяжело, потому что мы часто, когда материмся, мы сами от Бога отходим, и Господь может на нас воздействовать лишь обстоятельствами. Вот так раз, и перестал материться. Такое может быть и возможно, но крайне редко. Но все-таки человеку нужно поработать над этим. Мы же в Писании читаем от избытка сердца глаголю от уста. То есть мы можем сказать о том, что мат отчасти является свидетельством того, что происходит в нашем сердце. И порой, даже если у нас, у христиан порой где-то вот проскальзывают, да, какие-то скверные, бранные слова, это может, опять же, для нас самих свидетельствовать, что мы сами до конца свое сердце не очистили. Мы-то, может быть, думали, что мы уже такие хорошие, добрые, пушистые стали, добрые христиане. А тут вот внезапно какая-то ситуация произошла или внезапно там прилетело что-нибудь тебе по голове, да, а ты, оказывается, уже и не христианин. То есть это как бы для нас самих тоже открытие, что посмотри, как бы твое сердце, на самом деле-то оно от избытка глаголит, да, и на самом деле человек не молитву произнес, что Господи помилуй, да, то есть возник мат. Можем так мы сказать, отец Николаевич? Конечно, да. Вот вы сейчас упомянули о способе борьбы со сквернословием, это молитва. Может ли человек во время работы молиться, находясь вот где-то там, опять же, там, при исполнении или просто там на заводе, на производстве, там, в такси человек работает, может ли он во время своего труда совершать молитву? Почему нет, конечно, да. И вот это очень хорошая практика, но, на мой взгляд, это нужно делать без показухи. То есть можно просто обратиться к Богу обычными словами. Господи, прости, Господи, благослови, помоги. Или можно Богу поблагодарить буквально одной фразой. И таким образом это уже будет обращение к Богу. Вы же к Богу обращаетесь этими словами. Это уже считается молитва. Ну, если ты вслух скажешь, это все равно уже люди увидят. Про себя? Про себя? Ну, да, опять же, там какой-то двигатель поднимают. Господи, Павел, там, Серега, не отвлекайся. То есть или человек это должен про себя делать. Про себя, конечно. Про себя. Чтобы не смущать людей, об этом и речь, да. То есть как раз, да, чтобы, понятно, то есть чтобы человека не отпугивать, то есть как-то мысленно, да, можно молиться, но, опять же, да, не во вред работе получается, то есть чтобы не отвлекаться от работы. Ну, да, не смущать, по крайней мере, людей, потому что это будет как минимум непривычно. Хотя, в зависимости от коллектива, который в дальнейшем может это воспринимать и нормально по отношению к конкретному человеку. Ну, вот так вот сразу пришел, вчера-то матерился, а потом начал вот такие вот вещи выдавать, просто допугаешь весь коллектив. Я понял. А не будет ли это, ну, каким-то неблаговинным отношением к молитве, что вот мы там во время работы, мы же как понимаем, что на молитву надо там встать перед иконами, да, как-то вот оставить все суетное и сосредоточиться, да, на том, что ты говоришь, на Боге, а тут как бы вот вроде тебя отвлекают, и ты как бы вот параллельно молишься, то есть или с этим все в порядке? Все в порядке. Все в порядке, да, то есть мы знаем, у нас есть и опыт святых, которые, да, непрестанно совершали ту же Иисусову молитву. Нам, конечно, во время работы, нам, конечно, до такого уровня далеко, но хотя бы даже иногда все-таки мысленно обращаться к Богу, воспорять немножко вот от земного во время своих трудов, да, или опять же просто даже взять благословение, то есть если на работе тебе предстоит, допустим, какой-то важный период, да, или ответственная какая-то работа, все равно даже внутренне мысленно мысленно сказать, Господи, благослови меня, пожалуйста, благополучно провести операцию или там благополучно там, да, закончить объект, то, опять же, наверное, все-таки это будет большая польза для самого человека. Да, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас был пример, и подиакон, отец Игрисофонов, это человек, который делал уникальные операции, работал в военном госпитале и служил в храме, но, к сожалению, его с нами нет, он уже отошел ко Господу, был очень молодой, но у него очень многие хирурги учились, и о нем хорошо откликаются. Вот это тот человек, который делал всегда все с молитвой, и это уникальный просто пример сегодняшнего времени. Отец Николай, спасибо большое за интересную беседу. Будем надеяться на то, что христианин всегда найдет возможность быть с Богом, неважно, где дома или на работе, и найдется возможность выстроить добрые отношения со своими коллегами, порой даже если, может быть, эти люди еще не знают Бога, да не знают заповедей, но, может быть, своим добрым примером, своей любовью, своей искренней верой в Бога, и, опять же, заботой о тех, кто рядом с ним, на работе христианин, немножко поменяет вектор направления в сторону Бога. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин